Украинские власти отчитались об уничтожении российского склада с боеприпасами в Новой Каховке. В то же время в российских медиа говорят, что в ИСУ попали в склад с селитрой и гуманитарной помощью для местных. Куда на самом деле был нанесен удар, давайте разбираться. Впервые информация о попадании в склад с боекомплектом в Новой Каховке появилась на фейсбук-странице оперативного командования ЮГ. Следом в сети очевидцы стали публиковать видео мощного взрыва. Оперативно отреагировали и российские СМИ. Один за другим начали публиковать информацию о попадании якобы в Каховскую ГЭС. ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС в Херсонской области. Источник сообщил об ударе ВСУ по Каховской ГЭС. Позже эту версию сами же и опровергли. В так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области сообщили, что в ИСУ попали склады с селитрой и минеральными удобрениями. В результате произошел взрыв на складах с минеральными удобрениями. Повреждены больница, церковь и огромное число жилых домов, в том числе две многоэтажки, которые уже не подлежат восстановлению. Украинские ракеты ударили по оптовым базам, где хранились семена, продукты питания, бытовая химия и азотные удобрения, то есть та самая селитра. К основной версии про склад селитрой вскоре добавили еще и якобы уничтожение гуманитарного штаба. Зато удар был нанесен по складу с гуманитарной помощью. 35 тонн медикаменты, продовольствие. Задача максимально посеять среди людей панику, создать любые условия гуманитарной катастрофы и самое важное, ни в коем случае не допустить проведения референдума. Казалось бы, при чем тут уничтожение склада с селитрой и гуманитаркой, как они говорят, к проведению так называемого референдума? Скобеева у Стримаусова этого не спросила, как и то, почему склад с якобы селитрой детонировал всю ночь и до самого утра. Сидим в коридоре. Вот еще с нашей квартиры стало, это пока из коридора. Маленькие двери, ванны, все вылетели. Вот такая комната. Детонация все еще продолжается, вот только что на наших глазах произошел очередной взрыв. Сначала салюты пошли, как обычно, а потом началась земля труситься, взрываться все, рушиться. Правильно ли мы все поняли? Детонировала селитра, а разлеталась, уничтожая все вокруг гуманитарная тушенка. Так, вероятно, детонировала селитра на складах в Новой Каховке. А, вероятно. То есть, сами не уверены в том, что могло так взрываться. А я подскажу. Боекомплекты. И ладно, если бы в Каховке это был первый такой случай, так это уже 15-е уничтожение российского склада с боеприпасами с помощью Хаймерсов. Кстати, российские СМИ почти в каждом сюжете подчеркивали происхождение этого оружия. Мол, это американцы хотят уничтожить украинцев. Я даже больше, чем уверен, что это дело рук американских специалистов, которые ударяют непосредственно своим же оружием по нашим украинским землям. Как стало известно, за три дня до удара новую Каховку снимал американский спутник Worldview 2. Это, конечно, беспрезидентно страшная история, потому что Украина американским оружием, как настоящие террористы, просто бомбят мирные города. Что ж, тут стоит отметить, что Хаймарсы — это высокоточное оружие, и максимальная погрешность составляет 3 метра, а не полкилометра, как у ракет Х-22, которыми российская армия била по якобы заводу, а попала по торговому центру в Кременчуге. А что тогда говорили российские СМИ, давайте вспомним. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. 27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировки войск на Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода нефункционирующем торговом центре. А ведь в результате погибли 20 человек — мирных жителей. Российские СМИ манипулируют данными о жертвах среди гражданского населения и подают информацию только под выгодным для кремлевских заказчиков углом. Для нас же любые жертвы — это неприемлемо, как и в целом война, развязанная Россией на территории Украины. Пишите в комментариях, что вы думаете о случившемся, ставьте лайк, чтобы это видео посмотрело как можно больше людей и подписывайтесь на наш канал. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok